Дорожное движение В студии работает Валерий Антонов В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю В добрый путь, что нужно знать, чтобы утилизировать автомобиль Праздник стражей правопорядка страна отметила День сотрудника органов внутренних дел Дай дорогу, как правильно пропускать транспорт со спецсигналами Повторение мать учения правила дорожного движения в нашей студии Проверит заслуженный артист республики Саха-Якутия Александр Емельянов В начале выпуска предлагаем вашему вниманию небольшой обзор происшествий За последнюю неделю на дорогах нашей республики На автомобильных дорогах республики в период с 31 октября по 7 ноября Было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий В результате которых один человек погиб, 25 человек получили травмы различной степени чажести В том числе один несовершеннолетний Итак, сейчас приступим к самым резонансным происшествиям за эту неделю В Нью-Ренглинском районе легковая иномарка столкнулась с большегрузом Один человек погиб, еще один был госпитализирован в реанимацию 3 ноября около 16 часов на 386-м километре федеральной автодороги Лена Водитель автомобиля Toyota Camry по предварительным данным не выбрал безопасную скорость Которая обеспечивала бы возможность постоянного контроля за движением транспортного средства Не справился с рулевым управлением Допустил наезд на дорожное ограждение От которого автомобиль отбросил на полосу встречного движения Где легковая иномарка столкнулась с грузовым автомобилем В результате ДТП мужчина 86-го года рождения от полученных травм Скончался на месте до приезда бригады скорой помощи Другой 35-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму И был госпитализирован на реанимационное отделение Нью-Ренглинской центральной районной больницы Предварительно установлено, что никто из находившихся в салоне легкового авторемнями безопасности В момент аварии пристегнут не был Водитель большегруза в лицате ДТП не пострадал, был трезв Все причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию Неправильный выбор скорости движения, а также превышение установленного скоростного режима Является наиболее частыми причинами совершения дорожных аварий Двигаясь на высокой скорости, водитель лишает себя возможности вовремя среагировать на внезапно возникшую опасность Кроме того, ДТП, совершенные по причине превышения скорости Отличаются высокой тяжестью последствий для участников автоаварий Согласно пункту 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации Водитель должен ввести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения Учитывая при этом интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и груза Дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения Скорость должна обеспечить водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства Для выполнения требований правил Также не стоит забывать об эффективности ремней безопасности Введение в практику обязательного использования ремней безопасности в начале 70-х годов прошлого века Оказалось самой успешной мерой предотвращения дорожно-транспортного травматизма Которое позволило спасти множество жизней Согласно исследованиям, использование ремней безопасности сокращает вероятность серьезных травм и смертельных Случаев в результате ДТП на 40-60% При столкновении автомашин в Намском районе пострадало 5 человек 3 ноября в 15 часов 25 минут в дежурную часть отделения МВД России по Намскому району Поступило телефонное сообщение о том, что на 55-м километре республиканской автодороги Нам Произошло ДТП, имеются пострадавшие На место ДТП выехал наряд сотрудников ГИБДД В ходе разбирательства предварительно установлено, что водитель 93-го года рождения Управляя автомобилем Toyota Premium Не справился с управлением на спуске с горы Допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения И совершил столкновение с автомобилем Lexus LX 570 В результате ДТП пострадали водитель Toyota Premium и 4 пассажира обеих машин 26-летний водитель автомашины Lexus LX 570 имеет 6 лет водительского стажа В момент аварии был трезв, в результате ДТП травм не получил Его 50-летний пассажир при столкновении травмировал руку У него перелом пальца, медики назначили мужчине облаторное лечение Оба в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности По факту ДТП проводится проверка Госавтоинспекция напоминает при движении водителю следует учитывать дорожные и погодные условия Покрытие, ширину, рельеф дороги, видимость и другие факторы, влияющие на безопасность Выбирать соответствующую правилам дорожного движения скорость, быть предусмотрительным Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности Ничто не вечно под луной и, к сожалению, рано или поздно Дальнейшее использование автомобиля теряет всякий смысл и приходится расставаться Здесь к нам на помощь приходит закон, четко регламентирующий алгоритм всех действий по утилизации транспортного средства В следующем сюжете мы узнаем, как это делать правильно Автомобиль не вечен Рано или поздно наступает момент, когда ездить на нем уже нельзя или не хочется И продать не получается, никто не покупает Просто забыть машину где-то под забором вам не дадут как минимум налоговая инспекция Которая будет по-прежнему начислять вам транспортный налог Но есть вполне легальный способ избавиться от автохлама Реализировать автомобиль имеет право только владелец транспортного средства Утилизацией у нас занимается на сегодняшний день только две организации Но вот их основные требования это целостность автомобиля Должны быть там, ну, присутствуют при нем колеса, рама, кузов, двери, ну и так далее Двигатель Вне зависимости от причин утилизации Сначала необходимо подать в ГИБДД заявление о снятии машины с учета А также приложить к нему объяснительную записку В которой должны быть изложены причины грядущей утилизации С собой необходимо иметь документы на транспортное средство Свидетельство о регистрации, ну и госномера Как было уже сказано, в Якутске существует два пункта утилизации автомобилей Для владельца уничтожаемой машины Разница между тем, где утилизировать машину в частном или государственном Состоит в том, что государственный пункт сделает все бесплатно А частный вправе потребовать плату за эту услугу Еще существует пресловутый утилизационный сбор Но от него освобождены автомобили, выпущенные до 2012 года А у большинства более свежих машин в ПТС уже стоит отметка Об уплате утилизационного сбора Его платят автопроизводители По заявлению собственника госномера можно сохранить Можно сохранить, госпошлини никаких не надо уплачивать По заявлению собственника можете сохранять номер При этом все документы сдать к нам в регистрационное подразделение И к сведению, утилизировать самовольный автомобиль без ведома его владельца нельзя Даже тот, который очень долго стоит у вас под окнами Ежегодно в России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Это главный профессиональный праздник тех, кто стоит на страже правопорядка И безопасности граждан нашей страны Благодаря их мужественности, честности, ответственности и эффективной работе В нашей стране царит спокойствие И гость в нашей студии сегодня Начальник межрайонного отдела технодзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия Тараповский Андрей Александрович Здравствуйте, Андрей Здравствуйте Андрей, скажите, пожалуйста, что для вас значит этот праздник? По долгу службы я всегда рад наступлению этого праздника Потому что он является основным для сотрудников органов внутренних дел Без разницы в какой службе он работает И основным праздником профессиональным для всех сотрудников, которые посвятили свою жизнь службе закон Мой путь начинался в органах внутренних дел с 97-го года Значит, первоначально уже в школе в 11-м классе к нам пришли сотрудники милиции тогда И предложили посетить курсы профессиональной ориентации Которые располагались на базе бывшего учебного центра После нескольких лекций, где нам рассказали, что такое Уголовный кодекс, Конституция Российской Федерации Значит, какие основные есть службы в МВД Что они себя представляют, какие задачи перед ними стоят Предложили попробовать поступить тогда еще в Якутский филиал юридического института Располагавшийся в городе Якутске Попробовать свои силы И в течение двух лет отучиться на очной форме обучения Получить специальное образование И уже продолжить службу в органах внутренних дел на должности офицерской И продолжить свое обучение заочно уже, чтобы получить высшее юридическое образование Я всегда хотел стать юристом, поэтому мой выбор пал именно на это учебное заведение И 1 сентября 1997 года я был зачислен в этот юридический институт Курсант Далее, по истечении двух лет, после сдачи успешных экзаменов Было распределено уже тайское поселковое отделение милиции Где проработал два года, чуть больше, на должности оперативного дежурного После чего с 2001 года по 2013 занимал различные должности И работал в следственных органах И с 2013 года по настоящее время несу службу в Государственной инспекции безопасности дорожного движения А что вам нравится больше всего в вашей профессии? Основная цель нашей работы Это минимизация дорожно-транспортных происшествий на территории республики Отсутствие обращений граждан на ненадлежащее качество предоставления В частности, моим подразделениям государственных услуг Ну а также максимальное количество положительных отзывов на наших ведомственных сайтах От граждан Какие трудности возникают при работе тогда? Очень много внедряется новых программ Которые мы должны освоить Очень много новшеств Трудности возникают Различные Сейчас, допустим, в последнее время Трудности в работе возникают в связи с пандемией Что мы Должным образом не можем обслужить Всех граждан А так В принципе, я считаю, что Динамика положительная Сервис развивается Качество госуслуг На мой взгляд, повышается Об этом свидетельствует Также снижение обращения граждан Количество обращения граждан По поводу Качества оказания госуслуг Ну, со всеми трудностями Стараемся справляться Как говорят В рабочем порядке А как ваша семья относится к вашей работе? Ну, работу, я еще раз повторюсь Именно специальность И поступление в институт Когда мне было Может, ну, 16 лет Когда я поступил Родители к этому Отнеслись положительно Ну, и С супругой Проживаем мы уже 20 лет В совместном браке Поэтому Уже можно сказать Она втянулась В мою работу И в целом Родственники Положительно относятся Эта профессия Действительно очень опасная Порой Люди рискуют жизнью Каково это быть вами? На самом деле Я, конечно В составе Следственной оперативной группы Когда Работал в следствии Работал в дежурной части Выезжал На места Совершения преступления Принимал непосредственное участие В задержании Преступников Но Я бы не сказал Что Не то, что я не сказал Я не помню Таких случаев Чтобы Моей жизни И здоровью Угрожала Какая-то опасность Ну просто Надо Быть профессионалом Действовать по ситуации И Тогда Я думаю Опасность Нашей работы Будет Минимизирована Вы можете Обратиться К своим коллегам Поздравить их Также с праздником Пользуясь случаем Я бы хотел Поздравить Наших ветеранов Отдавшим Службе Многие годы Пожелать им В первую очередь Крепкого здоровья Поблагодарить За вклад Каждого В борьбу С преступностью Охрану Общественного порядка Обеспечение Безопасности На дорогах Нашей республики Действующим Сотрудникам Хотел бы Пожелать Успеха в работе Карьерного роста Крепкого тыла Ну и Всего самого наилучшего Спасибо большое Андрей Я в свою очередь Хочу поздравить Вас, ваших коллег Всех сотрудников Органов внутренних дел С профессиональным праздником По дорогам Общего пользования Перемещаются Автомобили Со специальными Проблесковыми Маячками Это машина Оперативных служб И применение Ими специальных сигналов Обязательно При выполнении Служебных Неотложных заданий При виде Таких автомобилей Каждый водитель Знает Что нужно пропустить Их Однако Не каждый знает Как это делать правильно И благородно Но неправильно Уступив дорогу Многие Получают штрафы О том Как правильно Уступить Дорогу Автомобилям Со специальными сигналами Мы расскажем В следующем сюжете Понятие Уступить дорогу Это требование Означающее Что участник Дорожного движения Не должен Начинать Возобновлять Или продолжать Движение Осуществлять Какой-либо маневр Если это может Вынудить Других участников Движения Имеющих по отношению К нему Преимущество Изменить направление Движения Или скорость В правилах Дорожного движения Есть и другой пункт Уступить дорогу Автомобилю Со спецсигналами Согласно Правилу Дорожного движения Опять же Пункта 3.2 При приближении Транспортного средства С включенным Проблесковым Маячком Синего цвета И специальным Звуковым сигналом Водители Обязаны Уступить дорогу Для обеспечения Беспрепятственного Проезда Указанного Транспортного средства К автомобилям С проблесковыми Маячками Синего и красного Цвета Относятся Транспортные средства Дорожно-патрульной службы Патрульно-постовой службы Пожарно-спасательной техники И скорой помощи Включенная Мигалка И сирена Это сигналы того Что спецтранспорт Едет на срочный вызов Или в карете Скорой Находится человек Нуждающийся В экстренной Медицинской помощи А маячок Без сирены Включают На полицейской машине Которая Сопровождает детей В этом случае Приоритет В движении Не предоставляется Таким способом Привлекается Внимание Других водителей Для повышения Безопасности Перевозки детей Согласно Правилу Дорожного движения Части Второй Статьи 12.17 Кодекса РФ Обносит Правонарушений За непредоставление Преимущества В движении Транспортного средства Имеющему Нанесенную На наружной поверхности Светографические схемы Надписи Обозначения С одновременно Включенными Проблесковым Маячком Синего света И специальным звуковым сигналом Влечет наложение Административного штрафа В размере От 3000 До 5000 Рублей Или Лишение права управления Транспортными средствами На срок От 3 месяцев До 1 года Ну и сейчас мы хотим Приступить к нашей Постоянной рубрике В рамках которой Известные личности Проходит в нашей студии Тест на знания Правил дорожного движения По традиции он состоит Из 10 вопросов И сегодня Свои знания Будет проверять Заслуженный артист Республики Саха-Якутия Солист театра оперы И балета Александр Емельянов Здравствуйте, Александр Здравствуйте Что ж, вы готовы Принять участие в тесте? Можно сказать, да Хорошо, тогда мы начинаем Итак, Александр Первый вопрос При выполнении Какого маневра Водитель легкового автомобиля Имеет преимущество в движении? Первый вариант ответа Только при повороте налево Второй вариант Только при развороте И третий вариант При выполнении Любого маневра Из перечисленных Ну При развороте Для автобуса Получается Помеха справа Помеха справа То есть Автобус мешает Так Я думаю Скажу так Только при повороте налево Будет преимущество движения Только при повороте налево Да Хорошо Мы принимаем Первый вариант ответа ваш Двигаемся дальше Кто должен уступить дорогу? Первый вариант Водитель грузового автомобиля И второй вариант Водитель легкового автомобиля Водитель легкового автомобиля Должен уступить Поскольку он двигается Будет С прилегающего территории С прилегающего полосы Хорошо Принимаем этот вариант ответа Двигаемся дальше В темное время суток И в пасмурную погоду Скорость встречного автомобиля Воспринимается Первое Ниже, чем в действительности Второе Восприятие скорости Не меняется И третий вариант Выше, чем в действительности В встречном автомобиле Воспринимается Выше Хорошо Вы уверены? Подожди Ниже, ниже Ниже получается Ниже? Да Хорошо Мы принимаем вариант ответа Следующий вопрос Какие указатели поворота Вы обязаны включить При выполнении разворота По такой траектории? Первое Только правого поворота Второе Только левого поворота Или третье Сначала правого поворота А при движении тротуара Левого поворота Ну здесь Третий Третий Ответ будет Сначала правого поворота А при движении тротуара Левого поворота Хорошо Принимаем Следующий вопрос Где вам разрешается остановиться при движении по автомагистрали? Первое, только через 500 метров. Второе, в любом месте правее линии, обозначающей край проезжей части. Или третье, в любом месте у края проезжей части. Тут, конечно, знак стоит через 500 метров. Стоянка. Тогда ответ будет только через 500 метров. Хорошо. Следующий вопрос. В данной ситуации для того, чтобы продолжить движение в прямом направлении, вы имеете право объехать грузовой автомобиль справа, продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль выполнит поворот налево, или же выполнить любое из перечисленных действий? Ну, тут, конечно, я думаю, третье. Выполнить любой из перечисленных, объехать грузовой автомобиль и справа, и после движения. Хорошо. То есть мы имеем право сделать все из перечисленных действий. Хорошо. Принимаем. Двигаясь в темное время суток вне населенного пункта с включенными фарами дальнего света, вы догнали движущееся впереди транспортное средство. Ваши действия. Первое. Оставите включенными габаритные огни, выключив фары дальнего света, переключите дальний свет фар на ближний, или же допускаются оба варианта действий. Ну, тут ответ будет второй. Переключу дальний свет на ближний, поскольку это будет мешать переди движущимся, переди транспорту. Да, хорошо. Принимаем. Разрешается ли вам выполнить обгон? Первое. Разрешается. Второе. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другими участниками движения, или же вовсе запрещается? Ну, на перекрестке нерегулированный. Думаю, запрещается обгон. Хорошо. Мы принимаем вариант ответа. Кому вы обязаны уступить дорогу при движении в прямом направлении? Только легковому автомобилю? Только автобусу? Или же обоим транспортным средствам? Ну, тут знак стоит уступить. И у автобуса и легкового у них главная дорога. Так что ответ будет третий. Обоим транспортным средствам. Принимаем вариант ответа. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Первое обязаны или второе не обязаны? Я думаю, обязаны. Не обязаны, то есть. Хорошо. Принимаем вариант ответа не обязаны. И это был последний вопрос. Александр, как вы думаете, как вы справились с этим тестом? На сколько баллов вы рассчитываете? Ну, я думаю, 7, наверное, ответил из них. Хорошо. Сейчас я приглашаю в нашу студию эксперта. Все это время он вас слышал. Он принимал ваши ответы вместе с нами. И сейчас он озвучит свою оценку. Пожалуйста, приглашаем в студию Егора Никифорова, преподавателя учебного центра «Фаворит». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Александра. Так, на первый вопрос Александр, к сожалению, неправильно ответил. Легковой автомобиль в любом случае имеет преимущество. Все тут зависит от светофора нашего. Например, вот у тех двух машин горит светофор с дополнительной сексией. Красная, с зеленым у них с доп. сексией. У нас на обоих всех сверх зеленая горит. И при таком сочетании светофора мы имеем преимущество. Те машины должны были уступать дорогу в любом случае. На этот вопрос Александр правильно ответил. При перестроении легковой должен уступить дорогу. На этот вопрос тоже, долго подумав, Александр правильно ответил. Должны, кажется, встречная машина, скорость его ниже, чем в действительности. При такой траектории разворота должны показывать сначала правые повороты, потом левые. Правильный ответ. Как сказал Александр, вот знак есть. Через 500 метров можно будет остановиться на автомагистралях. Первый ответ. В этой ситуации можно выполнить любое из действий. Правильно ответил Александр. Можно и объехать, и постоять, подождать. Третий ответ. На этот вопрос тоже Александр правильно ответил. Догнали машину впереди едущую. Надо переключить с дальнего на ближний свет фар. Обгон на равнозначных перекрестках, на самом перекрестке, конечно, запрещен. И поэтому правильный ответ запрещается. Александр правильно ответил. В этом случае автобус и легковая машина находятся на главной дороге. Надо обоим уступить. Правильный ответ. И вот опять такой же светофор, как на первом вопросе. Когда едем на красный свет с доп. секси, надо всегда всем уступать. Неправильный ответ у нас обязаны были уступать. Итого, из 10 вопросов Александр ответил правильно на 10. Из 10 на 8. Две ошибки, 8 правильных ответов. Хороший очень результат. Спасибо. Александр, вы превзошли свои ожидания. Вы думали, что ответите правильно на 7. Вопросов в итоге у вас вышло 8 правильных. Вы отличный водитель. Я вас поздравляю. Мы знаем, что 26 ноября у вас состоится творческий вечер. Александр, скажите, пожалуйста, как проходит подготовка к вашему творческому вечеру? Спасибо за вопрос. Ну, организационные моменты, реклама и так далее. И, конечно же, репетиции идут. Готовимся. Своим же педагогом по вокалу занимаюсь. Хотя я уже давно закончил, но все равно занимаемся по вокалу. И ждем дирижера итальянского Александра Бичи. И 26 ноября состоится мой концерт «Творческий вечер» 20-летию творческой деятельности. Первые 20 лет называется. Приходите, пожалуйста. В 18.30 начало пятницу. И, конечно, поздравляю работников Министерства внутренних дел с профессиональным праздником. Всего наилучшего. Спасибо большое, Александр. Обязательно придем к вам. До новых встреч. Вот и наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, будьте бдительны на дорогах. Будьте здоровы, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя своих близких. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова